Продолжение следует... Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, забылими будничными не гоняется. А кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается. У меня сказочник в лаптях, по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые, только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших стольников блюдолизов придворных, про Ивана молодого сержанта удалую голову спроста без прозвища, без роду без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, ни по нутру, ни по нраву, тот садись за грамоты французские, переплеты софьяновые, листы золотообрезные. Счастливый путь ему на Ахинеи, на Баклуши заморские, не видать ему стороны затейливой, как ушей своих, не видать ни гусли и самогудов, сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют, не видать и Дадона Золотого Кошеля. Они чудес неимоверных, Иваном молодым сержантом созидаемых. А мы люди темные, не за большим гоняемся, с казками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке «На всякого плесуна по погудке» про куму, соломониду, страсти напасти, про нас со сватом смехи потехи. В некотором самодержавном царстве, что за три девять земель, за тридесятым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей. Князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и сверх того. Правдолюбивые сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор, граф Чехирь Пятошная Голова, да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант Удалая Голова без роду без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, золоточеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмош и бояр придворных. И пришли они в полном облачении своем к царю. И, приняв слово, стали такую речь говорить. За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим. Собираем с крестьян подати оброки хорошие, живем не похолопье, хлебом с солью, пивом, медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина Капральского. Царь этот царствовал, как медведь, в лесу дуги гнет. Гнет не парит, переломит, не тужит. Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта удалой головы без роду без племяти спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали. И пошло ему опять жалование солдатское простое. Житье плохое. И стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояры царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстреленного сокола и ворона носом долбит. Свались только с ног, а за тычками дело не станет. Бился, бился наш Иван, какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь, глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он, наконец, худое дело сделать — бежать. Из службы царской. Земля государева не клином сошлась. Беглому одна дорога, а погонщикам сто. А поймают, воля Божья, суд царев. Хуже худого не бывает, а здесь не сдобровать. Выждал он ночь потемнее, собрался и пошел, куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие. Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал. О том ни слова, но и то сказать, человек не скотина, терпит напраслену до поры до времени. А пошла брага через край, так и не сговоришь. Исподваль и ольху согнешь, а в крути и вяз переломишь. Не успел выйти Иван наш на первый перекресток. Видит, встречает, глазам своим молодецкам не доверяет. Видит прекрасную девицу. Стоит девица Катерина, что твоя красная малина. Разодетая, разубранная, как ряженая суженая. Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою, кто он таков, куда и зачем идет, или послан по своему ли желанию, или почему приказанию. — Не торопись к худу, Иван, молодой сержант, удалая ты голова без роду, без племени, спроста, без прозвища, — продолжала она. — Одержись, благо. Послушай ты моего девичьего разума глупого. Будешь умнее умного. Задумал ты худое дело делать. Бежать из службы царской. Не схоронишь ты концов в воду. Выйдет через год со днем наружу грех твой. Пропадет за побег вся служба твоя. Подумай-ка ты лучше, думай, да воротись. Не всем в изобилие, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге реке разгуливать. Кто служит, тот и тужит. Ложку меду, бочку дегтю не съешь горького, не поешь и сладкого. Не смазав дегтем, не поедешь и по брагу. Мало слава служить из одной корысти. Нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому. Под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси из одной ревности до чести. Воротись, Иван, молодой сержант, да женись ты на мне. Так мы с тобою и стали б жить да поживать. Любишь, так скажи, а не любишь, откажи. Запрос в карман не лезет. Есть притча, короче, носа птичья. Жениться — не лапоть надеть. А одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходится. И истина — жена не гусли, поигравши на стенку не повесишь. А с кем под венец, с тем и в могилу. Приглядись, приноровись, а потом женись. Примерь десять раз, а отрежь один раз. На горячей кляче жениться не езди. Все это и справедливо, и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже слажено, а суженного и на кривых оглоблях не объедешь. Так и тут случилось. Капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку девице Катерине, вот то-то свахи наши ахнут. Что за некрещенная земля, где сговор мог состояться без них? Подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное, даровое заветное, дарующее силу и крепость, и неиссякающее терпение. Вымолвила пригодное слово, и чета наша идет, не идет, летит, не летит, а до заутренней очутились они, в первопрестольном граде своем. Снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами. И вдруг, отколе чего взялось, пошли Ивану опять прежняя милость царская, чины и деньги, и лесные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяинам, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чехеря, пятошную голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван, молодой сержант, по крайней мере, заслужил службою милость царскую, показал бы, на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего, Иван, молодой сержант, наутро вычистился, белье натер человечьим мясом, брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил. Словом, снарядился, как на ординарце, и явился ко двору. Белье у солдата, что белится, белая кожаная амуниция, белит ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голой рукой. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызвал службу служить. Рад стараться, — отвечал Иван, — чтобы ты мне, — продолжал царь, за один день, за одну ночь и всего за одни сутки сосчитал, сколько сот тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих. И с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдет снова милость царская пуща прежнего, а нет, так казнить, повинную голову рубить. Взяла кручинушка Ивана, молодого сержанта, удалую голову без рода, без племени, спроста без просьвища. Повесил он головушку на правую сторонушку, пришел горемычный домой. — О чем тужишь, горюешь, очи солдатские потупляешь, или горе старое мыкаешь, понимаешь? — так спросила его благоверная супруга девицы Катерина. — Всевозлюбленная и распрекрасная, дрожайшая сожительница моя, — держал ответ Иван, молодой сержант. — Не бесчестие в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца. Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь и всего-то русским счетом за одни сутки счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы. Сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить. Эх, Иван, молодой сержант, удалает и голова, дрожайший сожитель и супруг мой. Это не служба, а службишка, а служба будет впереди. Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее, завтра встанем, да умывшись и помолвившись, подумаем. Так рекла прекрасная Катерина, напоила, накормила его и спать положила, и прибаюкивала песенкою «За лесами, за горами, горы да леса, а за теми лесами лес да гора, а за тою за горою горы да леса, а за теми лесами трын да трава». Там луга заповедным диким лесом поросли, и древа в том лесу стоеросовые, на них шишки простые, не кокосовые. Сожитель лег, зевнул, заснул. А Катерина вышла за ворота тесовы, на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвала. «Ах, вы, любезные мои повыдчики, батюшкины посольщики, нашему делу помощники, пожалуйте сюда». И тотчас от Коли не возьмись, старик идет, клюкой подпирается, на нем шапка мотается, головой кивает, бородой след заметает. Встал и послушно от повелительницы приказания ожидает. «Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра. Сколько в трех больших амбарах, государевых, счетом зерен? Ах, любезная наша повелительница, дочь родная кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди. Сам как свистнет да гаркнет на своих, на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма тьмущая, что твоя туча громовая черная. Как принялась за работу, за расчет, недовольно по горсти по зерну на каждого не досталось. Еще черти на кулачке не бились. Наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отрехает, беду неминучую, смерть верную ожидает. Вдруг подходит к нему супруга, его благоверная, сожительница Катерина. Грамоту хоротейную, расчет верный, зернам пшеничным подносит. А века тогда были темные, грамоти скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было. Церковными буквами, под титлами и ключами числа несметные нагорождены. Азы прописные красные, узорчатые, строчные, черные, будничные, кто им даст толку? Да и не поверять же стать. Ни свет, ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные, правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор, граф, чехирь, пятошная голова, мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, тело его воссожжению предали и прах от востока до заката развеяли. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. А царедворца его, кто взят из грязи да посажен в князе, кто и велик телом да мал делом, иной с высоку да без намеку, тот с виду орел да умом тетерев, личиком беленок да умом простенок, хоть и не книжен, да хорошо острижен. А которые посмышленнее, так все плуты наголо. Кто кого сможет, тот того и гложет. Ну, словом, живут только хлеб жуют, едят небо коптят. Они повелели именем Дадона собрать всех счетчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и проверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебирали жалования, каждый тысяч по нескольку, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу, и решили, наконец, единогласно и единодушно, чтобы грамоту, нерукотворную, хоротейную, отдать на сохранение в приличное книгохранилище. И передавать из рода в род позднейшему потомству, яко достопамятность просвещенного века, великоименитого, великодоровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля. Что же именно касается выкладки счета сего, то оно действительно может быть так, а может быть и не так. А потому не благоугодно ли будет выше поименованному Ивану молодому сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему под сомнением, повелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим чщением и рачением. Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину. А службу опять загадали Ивану безделицу. В один день, в одну ночь, всего-то русским счетом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы канаву. Сто сожжен глубины, сто сожжен ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили. Рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли, и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту, любить и золотом дарить, если нет, так казнить, голову рубить. Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть. — Взорвись наш брат надвое, — скажут. Две ноги, две руки, почему не на четверо? Подгорюнился, пришел домой. Судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает. Попало зернышко поджерных, быть ему смолоту, с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина спросив и узнав кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему. Это не служба, а службишка, а служба будет впереди. Положила спать, убаюкала той же песнью, вышла и накликала вещуна-чародея. Идет, головою кивает, бородой след заметает, как свистнет да топнет на своих, на приказчиков. Ночи тьму затмили, а за работу принялись, так не только про горсть земли, по зерну, по одной песчинке на брата не досталось. С рассветом дня царь, министра его, вельможа, царедворцы, думные конюши и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чехирь Пятошная голова в легком ночном уборе, в валентиновом халате, с парламентером на шее, походя с ног нагорного шотландца, выскочил из терема своего в три авантажа на балахон и старался усмотреть в подозрительную трубу подступающего неприятеля. Когда же дело все обнаружилось, то Иван за страх, причиненный царю Додону, царедворцем его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу. Губернатора графа Чехиря сделали комендантом новой крепости, фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек. У прежнего же Высокого Совета Арифметчиков блажные памяти отобраны все знаки отличия ордена ленты и звезды. За нехитро придуманную площадную Иваном нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и постановления их, да и сами они несостоятельными. И сосланы они на теплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашел все новые укрепления со всеми угодьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чехирю все знаки отличий, коими пользовался блажные памяти Верховный Совет его. Между тем, у новых советников царских мало-помалу у Мишка поразгулялся, и они придумали пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что от радости приказали поднести себе по кружке меду, закусили муромским калачом, ростовским коплуном и нежинским свежепросольным огурчиком, и понесли у бояся грамоты речи своей царю на доклад. Да и хитро же придумали. Дурак камень в воду закинет, дурак узел завяжет, семеро умных камней не вытащит из воды, узла не развяжет. Ивану нашему велели службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы, народ деловой, два брата на медведя, два свата на кисель, из лука не мы, из пищали не мы, а поесть поплясать против нас не сыскать. Ой, ты гой еси, добрый молодец, Иван молодой сержант, безроду без племени спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный, собирайся служить ты службу тяжкую. Иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо с чего, разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым, за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора. Вспоминал теперь Иван наш колыбельную песенку супруги своей. Придешь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу. В рощи заповедной стоит терем золоченный. В тереме золоченном живет катыш нахал. Невидимка из коневека. У него-то есть гусли самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют. Гусли эти принеси царю, царевичам и царедворцам, и наперстникам их играть, потешаться, музыку заморскую забавляться. И чтобы все это было сделано в одни сутки. Исполнишь хорошо, а нет, так третий и последний тебе срок. Шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе и с головою в ноги покатится. Уповая на благоверную сожительницу свою, прекрасную Катерину, и на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал. Но когда он пересказал сожительнице загаданную ему службу, тогда получил в ответ «Вселюбезнейший и дрожайший супруг мой и сожитель, Иван молодой сержант без роду без племени спроста без прозвища. Удала и ты голова. Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, и должна тебе служить ее самому. Не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе бедствующему руку помощи». Азасим она его снарядила и в поход отпустила, как с судьбою, случаями, путем дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила. «Паси денежку про черный день. Платком этим не иначе, как в самой сущей крайности и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби. Не пренебрегай бездельным подарком моим. Невелика мышка, да зубок остер, невелик сверчок, да звонко поет, часом и лычка послужит ремешком». Сели, подали хлеб соль на прощание, помолились Богу, и пошел наш Иван, куда кривая не вынесет. И кто бы благодерзновенно покусился сподвизаться на такие чудные и неслыханные похождения? Но плетью обуха не перешибешь, когда посылают, так иди, не положить же им здорово живешь голову на плаху. Смерть не свой, брат, хоть жить и тошно, а умирать тошнее. Ретивый парень лучше пойдет проведать счастье молодецкого на чужбине, чем ему умирать бесславно на родине. Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод, и много бедствий различных переносит. Бог вымочит, Бог и высушит. Потерял он счет дням и ночам. «Светишь, да не греешь», подумал он, поглядев на казацкое солнышко на луну, «только напрасно у Бога хлеб ешь». И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый, такой, что света Божьего не взвидел. Пень на пне то лбом, то затылком притыкается, устал хоть на убой. Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут. Поднял он лычка подвязать голенище, горе лыком подпоясано. Вынул платочек даровой заветной супруги сожительницы. Вдруг его как на ходу ли подняло. Отозвалась лычка ремешком. На нем сапоги самохода, да и такие они скороходы, что ни на одном месте стоят, так конному не нагнать. Не успел шагнуть полюбоваться рысью своей, а уж все вокруг него зазеленелось. Зашел он из белой матушки зимы в цветущую благоуханную весну. И полетел наш Иван, оглянуться не успел. Выходит из лесу соснового дремучего, на лужайку вечно зеленую, травка муравка вечно свежа зелена, как бархатец опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла. Столпы беломраморные кровлю черепично-серебряную подпирают. На ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают. Окна цветные хрустальные, как щиты огненные. Злато отливают ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора. Без запора, без забора, говорится, не уйдешь от вора. А тут все цело, исправно. Видно некому и воровать. Обошел капрал наш здание это раз другой кругом, оглядел со всех сторон. Всюду тоже и входа нет. Смелость города берет, а за смелого бог. Без отваги нет и браги. Не быв звонарем, не быть и пономарем. Стук бряк в окно хрустальное, зазвенело, полетело, только осколки брызнули. Забрался наш Иван безродный удалой в терем золоченый, да яхнул. Хороша куропатка перьями, а лучше мясо. Здание внутри блистало такой красотой, что ни придумать, ни сгадать, ни в сказке сказать. А палаты огромные пусты. Никто на зов Ивана молодого сержанта не откликается. Нет ответа, нет привета. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик лужоный. Выпил он на усталости крючок, за здравие благоверной сожительницы своей другой, за упокой клеветников и доносчиков своих третий. Разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один, как перст, похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую, «Растаскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая!» во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает. «Ой, ты, гой, еси, добрый молодец! Мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал? По своему ли желанию или почему приказанию? Я, Иван, молодой сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я, Иван, безродный, удалая голова, витязь бездомный, без конный, служил я верно Богу и некрещенному царю своему в земле, что за триста конных миль. Сбили меня царедворцы, завистливые с чести, с хорошего места. Лишили милости царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили, обещали. Сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую, не дали чего посулили, но произвол судьбы за третьей службой отпустили. Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего, разойдись один по семи перекресткам, семи перекрестков по семи дорогам столбовым, за горою лес, за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора. Придешь в тридесятое государство, что за три девять земель, в рощу заповедную, стоит там терем золотой, в тереме том живет катыш нахал, невидимка из кони века, у него возьми гусли самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют, их-то принеси царю, царевичем, царедворцем, и наперсникам их потешаться, музыку заморскую забавляться. Отозвался невидимка снова. Кого ищешь, Иван, молодой сержант, того нашел. Зовут меня катышом нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золоченом, знаю я художества разные и многие, умею я строить, набирать гусли самогуды, да с уговором, грех пополам. Я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу. Просветишь, гусли самогуды возьмешь, а заснешь, не то вздремнешь, так голову, как с воробья сорву. До слова крепись, а за слово держись, попятишься, раком назовут. Полез по горло подумал Иван, лезьте по уши, уж теперь не воротиться ж стать. Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день, светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый. Кивнул Иван головой, задремал, а коты шнахал, толк его под бок. Ты спишь, Иван? Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу. А какую же ты думаешь думу? А думаю я, глядя в окно, множество несметной растет по свету белому леса разнокалиберного. А какого более растет кривого или прямого чай кривого больше? Котыш нахал призадумался. Погоди, говорит, постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю. Пошел окопрал наш тем часом, залег, да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш недолго час на Аршинда дорог улочкою? А Иван поспал изрядно. Он, солдат, спит скоро. Бывало под туркою походе наестся, стоя выспится. Вставай, Иван, закричал Котыш, твоя правда. Кривого лесу больше, и больше так, что на числа положить, так русским счетом и не выговоришь. Зажигай калучину, да садись за работу, свети трое суток сряду. Светит, капрал, наш день, светит и ночь, добился и до другой. Опять песня та же, крепился, крепился, задремал. А Котыш его толк в ребро, спишь, говорит. Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думу я думаю. А какую же ты думаешь думу? А думаю я, несметное множество людей на свете у Бога да у земных царей, а мало ли было да перемерло. Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай мертвых больше. Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с недели без семи дней, по ихнему безгоду год со днем. Выходил всю поднебесную. А Иван на брюхо лег, спиной укрылся, земнуть не успел, заснул. Вставай, капрал, пора за работу, а правда твоя, мертвых людей больше. Живых без четверти с седьмухой три асмины, а остальные все мертвые. Светит Иван опять ночь со днем, перемокся и другую, а до третьей стало доходить, вздремнул, да так, что всхрапнул, да присвистнул. Толкнул его Котыш в ребро. Спиш Иван А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское Виноват. К пиву едеться, а к слову молвиться, авось, небось, да как не будь, а если на беду концы с концами не сойдутся, виноват. Вот что нашего брата на русской земле и губит, вот за что нашего брата и бьют, да видно все еще мало, не имется. Из твоей вины, мол, велкотыш нахал, ни рукавицы шить, ни сапоги точать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выть на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, простись, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья сорву. Охота хуже неволи, ты сам же обрекся, не животу, а смерти. Слово сказано языком да губами, а держись за него зубами. Вышел Иван молодой сержант на лужайку заповедную вечно зеленую, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбе погибать на суше и безводе, то добру молодцу умирать в чуже на безродье. Вынул Иван платочек заветно итальянский, утереть в последний раз слезу молодецкую. А уж Катыш нахал зовет его на расправу, под окном косятчатым сидя, в растворчатой глядя. Пришел к нему капрал наш, заживо мертвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. Отколи ты взял платок этот? спросил у него Катыш нахал. Невидимка искани века. Иван рассказал от кого и каким случаем платок ему достался. Ладно, кума, лишь бы правда была, отозвался Катыш. Правду ли ты говоришь? Божицы у нас не велят, да и лгать заказывают, отвечал служивый. Что сказано, то и свято. На солдатском слове хоть тверды не клади. Недолго думано, да хорошо сказано, молвил Катыш. Если так, то ты бы мне давно это сказал. Стало быть, ты женат на дочери моей, прекрасной девице Катерине, и ты по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров и невредим, и свободен от всякой пени, но и должен получить в приданное собственные мои гусли самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей, прекрасной девице Катерины, для милого дружка и сережку из ушка. Снарядил его в поход, отпустил, гусли самогуды в машне кожаной на плечи повесил, заиграли, заплясали, песни чудные запели, а Иван лыжи наострил, да направил во своясе, шагает, как жар птица летает, домой торопится, поспешает. Шел он оттуда високосный год, без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки. Стоит над путем дорогой избушка домоседка, распустила крылья, как курочка на сетке, а в ней стукотня, лукошка, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы сестры, одна буланая, одна саловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не допускают. Повесил Иван гусли самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесные, а он тем часом обошел кругом да и в избу. Старик седой, молотом полновесным перед жерлом огненным, на наковальне булатный кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на палате за печь кладет. Это был вещун чародей, служивший на Ивана по повелению сожительницы его, Катерины, службы царские, но они друг друга не знавали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого, ляг, да отдохни, а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец. За вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет. Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал на беду игру чудесную гусли и самогудов, и стал он их у Ивана просить выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов, поисков, трудов и похождений неимоверных. А тот не взял добром, так взял всемиром. Помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. Хочешь ли бороться с каждым и со всеми, спросил вещун-чародей, или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои? Иван подумал, да и отдал гусли. Коротки ноги уминоги на небо лезть. Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет. Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уж так близок великой цели своей. В раздумье играя булавой, стал он на балдашник золотой отвертывать. Отвернул из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего вылетает. В строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими вовсю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного наскакивают, отдают честь должную полководцу. Музыка полный поход играет, подвиги Ивана молодого сержанта выхваляет. Армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правую ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна чародея, оббундированные вооруженные. Надел Иван на балдашник золотой, исчезло все, как не бывало. Снял опять здесь и бой и музыка, и армия, и генералы с рапортами. А гусли и самогуды в котомке за плечами. Смекнул делом капрал наш, на балдашник надел, палец в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета, стал на луга заповедные царские, которые недовольный человек ни один не смел святотатными стопами своими попирать, но на кое и птица мимолетная не садилась. Снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли и самогуды заставил играть за горами за долами. Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца, необычайно струсил без меры и послал губернатора графа чехеря пяточную голову осведомиться немедленно что и как и кто и почему. Идет чехарь, узнал Ивана молодого сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивные и ругательные произносят. Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился и врасплох нас не застанешь, на тебя виселица готова давным-давно. Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого схватили недовольно по клочку, по волоску на каждого не досталось. Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим. Нет, говорит, видно, этот музыки заслушался. Поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин, не ломайся овсяник, не быть калачом, сказал ему Иван. И этому была участь незавиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана молодого сержанта, поступивший ныне на место у былого, сосланного за три девять земель по гусли самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом, шел не спотыкался, стал, не шатался, заговорил, не заикался и осведомился от имени царского о происходящем. Иван молодой сержант спроста без прозвища, без рода без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принес гусли самогуды из рощи заповедной вечно зеленой от катыша нахала, вековечного невидимки, царю, царевичем и наперстникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. царь дадон золотой кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры. Но только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резника с кистенями с ножами бросились с остервенением ему навстречу. Они имели повеление обезоружить его, отняв палец и бросить его в темницу. Велика Федора да дура, а Иван мал да удал. Им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые и захватить его сзади, а они, не поглядев в святца да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано да сделали мало. Теперь Иван в последний испытал коварство царя Дадона золотого кошеля и советников его правдолюбивых. Он выпустил войско свое конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумение, ибо некуда было и капли дождя капнуть, и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска, до Дона золотого кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его. Человеку нельзя же быть ангелом, говорили они в оправдании свое. Но не должно ему быть и дьяволом, отвечал он им. И Соломон и Давид согрешали. Давидски согрешаете, да не Давидски каетесь, нет вам пардону. И по делам. Они все по владыке своему на один лад, на тот же покрой, все наголо бездельники, каков поп, таков приход. Куда дворяне, туда и миряне, куда иголка, туда и нитка. Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина, царевную. Он был еще в цветущей молодости своей, да и она в отсутствии его не состарилась, ибо все неимоверные похождения его с катышом нахалом и гуслями самогудами действительно произошли в продолжение одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал кротко и смиренно, милостиво и справедливо. Пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратью своею несметную держал во страхе и повиновение врагов своих и был благословляем народом. Празднуя же восшествие свое и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильном ликовать народ три дня и три ночи без отдыха. Вина заморские лились через край, яств, каких только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь. Скоморохи выписные доморощины, игрища, многоразличные горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ со всех концов царства обширного собравшийся. И я, и сват Демьян там были, куму Соломониду дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало. Кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь, кто нет, тому ни капли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok